Всем привет, это ТОП ДОТА. Все мы с вами играем в дотку. Кто-то много, кто-то мало, кто-то вообще из неё не вылазит. И все мы так или иначе знакомы с деятельностью любимого нашего Габена и его компании Valve. Но сегодня я предлагаю познакомиться чуточку глубже и узнать о трёх самых жёстких и скандальных судебных разбирательствах, в которых участвовала корпорация Valve. А случаев таких было ой как немало. Поехали! Я думаю уже многие из вас слышали о сайте anylevel.com. Это действительно лучший сервис, где можно быстро и без труда купить новый аккаунт или забустить свой старый. Сайт сделан очень круто, у них железные гарантии и даже онлайновая техподдержка на всякий случай. И этому сайту точно можно доверять в отличие от некоторых. А для моих подписчиков скидка 7% по промокоду TOPDOTA. Ссылка в описании. И кстати о ещё одном жёстком суде с Габеном вы можете узнать от Афони Домового. У нас с ним видос можно сказать выходит совместно, так что чекните в описании. Ну а я начну с одного интересного случая, в котором на Valve подала в суд Франция. Но если быть точнее, французская организация по защите прав потребителей. Обычно такие «организации» в кавычках ничем полезным не занимаются и только страдают хернёй, тратят бюджетные деньги и пытаются найти подвохи там, где их совсем нет. Это что-то типа русского Роскомнадзора. В общем, эти важные курицы обвинили Valve в том, что они нарушают права потребителей сразу по 5 пунктам. К такому умозаключению они пришли на основе инфы из лицензионного соглашения, которое ни один адекватный юзер никогда и ни при каких обстоятельствах не читает. По крайней мере во всяких игровых сервисах. Это всё-таки не договор о покупке квартиры, чтобы пересчитывать 10 листов А4. В общем, хитрый габенчик этой нашей ленью воспользовался по полной, к чему и придрались французы. По соглашению, ни один из нас юзеров не может вернуть деньги на свой стим-кошелёк, если будет забанен, а также даже не может продавать купленные игры. Кроме того, Valve не несёт никакой ответственности за возможную кражу наших личных данных, оставляет за собой все права на контент, генерируемые пользователями, а также во всём мире берёт за основу потребительские права Люксембурга. Вот последняя прям вообще доставила, то есть вы можете жить в Украине, в США, в каком-нибудь Узбекистане или даже в сраном Йемене, но Valve просто шлёт всех нахер. Они взяли, выбрали страну с самыми удобными для себя законами и подчиняются исключительно им, просто кайф. Но французам это не понравилось и они решили, что габена надо прижучить. Происходила эта вся движуха около года назад и расследование ведётся до сих пор. Что самое интересное, подобные суды уже были. Один раз валовцев нагнули на 3 миллиона в Австралии, а один раз пытались нагнуть в Германии, но безуспешно. Тем не менее, как заявляют некоторые эксперты, во Франции Гейба может ждать более жёсткий исход. Да и блин, чем больше будет прецедентов, тем чаще их будут штрафовать где только можно. Может быть и Роскомнадзор скоро найдёт какие-нибудь незаконные пункты в лицензионном соглашении и закроет стим к херам. Так что играем и наслаждаемся, пока ещё можно. Следующая история связана с Half-Life 2. А точнее, с её очень ранней бета-версией. Или даже, правильнее сказать, альфа-версией. Возможно, вы край муха слышали эту историю, но тут я постараюсь рассказать всё чуть подробнее. В общем, был 2003 год, все с нетерпением ждали вторую Half-у, прямо как сейчас ждут третью, а то и даже больше. Но Valve всё никак её не выпускали, лишь показали на выставке. И один челик из Германии настолько устал ждать, что решил взломать контору и поиграть хотя бы в какую-то сырую и недоделанную версию. И знаете что? У него получилось! Это был какой-то хакер-самоучка, который просто люто обожал компьютерные игры. Даже свою незаконную деятельность он начал с того, что воровал через интернет коды к лицензионным игрушкам, а не грабил банки, как мог бы. Так вот и в Half-Life он хотел всего лишь поиграть, да посмотреть что там да как, но история обернулась куда интереснее. Не буду вдаваться в технические подробности того, как он хакнул сервак Valve, но он его таки хакнул и вытащил исходники ещё не вышедшей игры. И как настоящий хакер, он решил выебнуться и скинул свою добычу другу. Да, именно так ведь и поступают настоящие хакеры. Тот естественно пообещал, что ничего никому не сольёт, но сам залил всё на торрент. И уже буквально через день весь интернет просто бурлил новостями о невышедшей игре. Гейб даже написал пост на форуме, попросил помочь в поисках этого безумного взломщика, но тот сам ему написал. Он всё таки был фанатом Valve и поэтому попросился к ним на работу, дескать раз он такой тру хацкер, то им он точно нужен. И что самое удивительное и абсурдное, они согласились. Но к сожалению у нас тут не мелодрама французская, в которой будет идеальный хэппи-энд, а жестокая реальность. Так что согласились они лишь для того, чтобы заманить его в хитрую ловушку. Сперва он всё рассказал в телефонном разговоре, который записывало ФБР, а потом его пригласили на так сказать оффлайн интервью в Сиэтл. Но так как он и по телефону охренительно разговорился аж на сорок минут, то его до США даже и везти никто не стал. Взяли прямо дома в Германии и отвезли в участок. Он во всём сознался, раскаялся, все дела и его отпустили до суда. На три, мать его, года. То есть суд произошёл только спустя три года после задержания. За всё это время он успел закончить универ, стать на ноги и устроиться специалистом по компьютерной безопасности, а шумиха вокруг скандала уже улеглась. В итоге никаких прямых доказательств того, что он слил игру на торрент не было и ему прописали только два года условно. При этом обвинялся он в нанесении ущерба в четверть миллиарда долларов. Да, 250 лямов убытка и два года условки в качестве наказания. Я хз как-то произошло. И друга, который якобы слил код, конечно же тоже никто не посадил. По крайней мере я не нашёл никакой инфы о нём, даже его имени. Такая вот странная дичь. Ну а шуму было реального вердохрена. Ну и на этом пожалуй всё. Я хотел все три дела засунуть в один видос, но чё-то он и так какой-то длинный уж получился. Так что лучше просто гляньте ролик домового. У него там должна быть годнота, так что чекайте. Если хотите продолжения подобных судебных всяких интриг и разбиратель с валвовцами, то конечно напишите в комменты и я могу найти что-то ещё, учитывая что уже кое-что есть. Но пока что я побежал. Ставьте лукас этому ролику, подписывайтесь на канал, ждите новых видосиков, которые будут уже совсем скоро и до новых встреч, надеюсь что завтра уже услышимся. Удачи!